активно влияет на абсолютно любой прогноз, ухудшая состояние и течение любой абсолютно патологии. Мы понимаем, что фибрилляция пресердий увеличивает риск инсульта. Ну и мы понимаем, что те инсульты, которые случаются на фоне фибрилляции пресердий, они имеют более высокие показатели смертности, инвалидизации. Они всегда протекают более тяжело и, конечно, гораздо более сложные для аккурации. Итак, какая актуальность проблемы сегодня для нас с вами поставлена? Сегодня мы будем рассматривать не просто фибрилляцию пресердия, которая сочетается с острым коронарным синдромом. И вот эта проблема, даже на своем опыте, хочется отметить, что она действительно крайне актуальна. Почему? Потому что тот пациент, который подвергается ЧКВ, он, как правило, нуждается в антикоагулянтной терапии именно по причине фибрилляции пресердий. Мы понимаем, что у больных с фибрилляцией пресердий ИБС встречается почти в 50% случаев, а у пожилых пациентов доходит и до 80%. А если взять пациентов с ИБС, то у них фибрилляция пресердий встречается также достаточно часто. Это каждый четвертый-пятый пациент. И до 15% таких больных они подвергаются именно еще и ЧКВ. Ну и что самое печальное, то, что смертность больных с фибрилляцией пресердий, она в два раза выше, чем у пациентов без данной аритмии. Почему? Потому что все-таки фибрилляция пресердия – это, как правило, высокий комордидный статус. Это, как правило, артериальная гипертензия, это, как правило, сахарный диабет, это, как правило, нарушение функции кочек. И, безусловно, такие пациенты погибают чаще, чем пациенты без этой аритмии. Ну и на примере нашего отделения, где буквально совсем чуть-чуть хочется показать, посмотрите, это динамика пролеченных нами пациентов. 2017, 2018, 2019, 2020 год. Мы понимаем, что ежегодно увеличивается количество пожилых пациентов. Если сначала было 68%, то теперь уже почти 70%. И вот частота фибрилляции пресердий среди всех – это почти 23% в 2020 году. И частота ФП среди пожилых пациентов – это почти 30%. То есть достаточно огромное такое большое количество пациентов. Итак, какие рекомендации есть на этот счет на сегодняшний день? Ну, прежде всего, это европейские рекомендации 2020 года. Это наши с вами рекомендации российские, Минздравовские, МЗРФ, которые тоже датированы 2020 годом. Кроме того, вы знаете, что в 2021 году вышел соответствующий приказ о стандарте медицинской помощи таким пациентам. Ну и, наверное, многие из вас слышали, что в 2021 году обновилось практическое руководство ЕХРА. Ну и, собственно, вот на эти документы мы с вами сейчас опираемся, когда ведем вот эту самую категорию больных. И сразу хочется сказать, вообще на 21 век и работа с варфалином на сегодняшний день, она для некоторых докторов, конечно же, уже уходит в прошлое. И не просто потому, что появились новые препараты, но еще и потому, что все-таки варфалин – это очень капризный препарат, и мы с вами прекрасно это знаем. Ну, например, одна из наших пациентов, которая поступила в октябре, которая жаловалась на боли, но основная ее жалоба – это было носовое кровопечение. Массивное, очень стойкое, продолжавшееся три дня. И эта женщина оказалась гипертоником. Кроме того, у нее была фибрилляция пресердий, у нее был диабет. Она принимала спиронолактон, бисопролод, пиндоприл, все вроде бы неплохо. И посмотрите, варфалин – всего-то 2,5, всего-то одну таблетку в один раз в сутки. И что мы имеем по анализам? За три дня вот этого самого носового кровотечения рецидивирующего мы видим снижение гемоглобина до 78 и МНО 9,9. Но понятно, что этой пациенткой мы занимались действительно очень плотно. Пришлось переливать ей свежезаморуженную плазму, пришлось ей вводить Викасол. И прошло буквально дня, наверное, дней 5-6, пока мы справились наконец-то с этой ситуацией. В условиях стационара причем. Я уже не говорил, что в амбулаторной этапе это было бы крайне сложно сделать. Поэтому варфалин – это все-таки тот препарат, который, конечно, он требует особого подхода, тщательного контроля. И не всегда это удается сделать. Безусловно, есть ситуации, когда он должен назначаться однозначно. Мы чуть пониже это посмотрим. Но все-таки, слава Богу, что на сегодняшний день у нас с вами появились те препараты, которые мы называем параллельной антикогулянтой. И слава Богу, что мы имеем возможность ими пользоваться. История болезни следующей пациентки. Она поступила буквально в середине ноября. Мы видим, она поступила с болевым синдромом. Она тоже гипертоник, она тоже диабетик. Но еще и дополнительно у нее есть ФП, и в прошлом году она перенесла инфаркт миокарда. При всем при этом, почему-то оказалось, что на амбулаторном этапе параллельной антикогулянты она не принимала. И какие вообще? Соответственно, конечно же, были заданы вопросы поликлиники, почему так получилось. Но вот на 14 ноября мы имели то, что имели. Вот ее ЭКГМ. Посмотрите, вы видите, это ФП. Это подъем сегмента СТ, безусловно, по передней боковой области. Это ее диагностическая коронарография, которая была выполнена в экстренном режиме. И мы видим достаточно протяженную акклюзию переней нисходящей артерии. Безусловно, пациентке были установлены стенты. Причем я хочу обратить ваше внимание, что это три стента, которые покрыты серолимусом. Три стента, общая длина которых составила почти 60 миллиметров. То есть это достаточно высокий ишемический риск в последующем. Ну и вот ее ЭКГ. Непосредственно на следующие сутки после ревосклеризации мы видим, что ситуация немножко улучшилась. Но все-таки проблема, она, конечно, оставалась. В конце концов, мы видели формирование подсимпартной аневризмы. Итак, что мы имеем у этой пациентки? Какие факты явно лежат перед нами? Ну, во-первых, мы имеем повторный инфаркт миокарда, который развился на фоне прошлогоднего инфаркта. Мы поняли, что у пациентки имплантировано целых три стента общей длиной, почти 60 миллиметров. Мы поняли, что у нее есть фибрилляция предсердий, ГБ, сахарный диабет. И таким образом наша пациентка относится к категории экстремально высокого сердечно-сосудистого риска. То есть, вот эта наша женщина, она в любой момент может погибнуть. Как от инфаркта, так и от инсульта в первую очередь. Ну и, соответственно, перед нами, разумеется, стоят вопросы, которые мы, безусловно, должны решить. Прежде всего, должны ли мы назначить ей антиагреганты, именно двойные, и на какой срок. Далее, нужны ли в данной ситуации пароральные антиагреганты. Далее, если мы назначаем пароральные антиагреганты, то какой препарат надо выбрать. Далее, на какой срок надо назначить эту комбинацию. Кроме того, надо попытаться спрогнозировать развитие геморрагических событий. И, конечно же, все-таки обеспечить пациентке стратегическую защиту от повторных сердечно-сосудистых событий. Ну и давайте по всем этим вопросам быстренько пробежимся и посмотрим, как они решаются на сегодняшний день с помощью тех рекомендаций, которые были указаны выше. Итак, длительность и состав двойной антиагрегантной терапии. Ну, тут, я думаю, все очевидно для нас с вами. Понятно, что эта больная должна получать двойную антиагрегантную терапию. И вот здесь выдержка из наших с вами рекомендаций МЗРФ, которые были утверждены в 2020 году. Пока смотрим вот сюда. Это классика. Тогда, когда не надо назначать антиагреганты. Что тогда назначаем? Это аспирин плюс блокадер P2Y12 рецепторов тромбоцитов. Это все, что у вас есть и что вы можете назначить, исходя из конкретной клинической ситуации. Например, можно назначить аспирин плюс пропрасу грейд. Можно назначить аспирин плюс икогрилор. Можно назначить аспирин плюс папидогрейд. У нас три варианта. Но это в случае, если не надо назначать антиагриллианты. Если же надо назначить антиагриллианты, то здесь, посмотрите, ситуация немножко меняется. Мы назначаем антиагриллиант и плюс хлопидогрейд и плюс ИВИ и аспирин. Причем вот в этом варианте, в этой ситуации, коллеги, пожалуйста, мы помним это, да, что речь идет только о папидогрейде. Вот в этих самых наших рекомендациях. Пока других разнощений не допускается, я имею в виду на уровне рекомендации. Далее, следующий вопрос. Нужно ли этой даме нашей назначить параллельные антиагриллианты? И здесь, безусловно, нам с вами помогают знакомые. Наш, Кала, ЧАС, БАВАС. Ну и давайте посчитаем, сколько жевалов имеет наша больная. Поскольку она уже имеет инфаркт миокарда, ГБ, сахарный диабет, вполне логично предполагает, даже если мы ее не видим, что у нее есть ХСН. Кстати, фракция выброса у нее 47. ХСН – 1 балл. Артериальная гипертензия – 1 балл. Диабет – 1 балл. Возраст соответствующий – 1 балл. Женский пол – 1 балл. То есть, казалось бы, да, вот эта наша женщина, при всех прочих условиях, она, тем не менее, посмотрите, она имеет крайне высокий риск развития инсульта в течение года – 15%. Соответственно, разумеется, она должна получить параллельный антиагриллиант. Как это делается быстро? Я глубоко благодарна Фарите Смодиличу и вот каждый раз это подчеркиваю. Огромное спасибо за ваш кардиоэксперт. Мы всем отделением всей Бурятии пользуемся им от всей души. Я вот лично каждый раз вас благодарю в душе. Почему? Потому что это очень удобно на самом деле. Мы открываем кардиоэксперт. Мы видим массу рубрик, которые нам интересны. И там есть рубрика фибрилляция предсердий. Нажимаем на эту рубрику, выпадает меню, где можно очень легко посчитать и риск инсульта, и доза варфарина, и контроль МНО, и риск кровотечения в том числе. Буквально дело нескольких секунд. Еще раз большое спасибо. Так вот, наша дама имеет риск по час-два-вас пять баллов. Что мы говорим? По рекомендациям, да, безусловно, она должна получить оральный антикоагулянт. Вы видите категория доказательства 1А. То есть с этим спорить здесь абсолютно не нужно. Дальше. Какой пароральный антикоагулянт мы можем выбрать? И здесь у нас тоже очень хорошо, что есть выбор. Потому что было исследование Пионер, HF-PCI, было исследование Редуаль, PCI, и было исследование Аугустус. И во всех этих исследованиях смотрели три препарата, которые мы с вами уже, в общем-то, я считаю, хорошо знаем. Это Ривороксабан, это Дабигатран Апексилат и это Апексабан. Все эти препараты, они показали свое превосходство над варфарином. То есть они все одинаково могут использоваться часто в лечении таких больных. Безусобой они, разумеется, не сравнивают. Итак, перед тем, как принять решение о том, какой конкретный препарат мы с вами будем выбирать, мы с вами однозначно должны оценить скорость клубочкой фильтрации. Причем это должно быть сделано с помощью формулы Кокрофта-Голта. Я думаю, все знают почему. Ну вот как раз сейчас тот момент, когда выбора у нас не будет. Тогда мы с вами выберем только варфарин. Когда? Когда есть умеренный или тяжелый метральный стеноз, поверьте, такие пациенты есть до сих пор в 21 веке, да? Или же пациент перенес протезирование клапанов именно механическими протезами. Или же тогда, когда есть гемодиализ. Здесь пока регламентирован только варфарин. Здесь выбора нет. Во всех остальных ситуациях мы можем рассмотреть один из предложенных нам препаратов. И, собственно, давайте посмотрим, какое преимущество в данной ситуации имеет, ну, например, хривороксабат. Что сразу хочется сказать. Вообще пациент с фибрилляцией претергией – это тот пациент, который стремительно ухудшается по состоянию своей функции и, в первую очередь, по состоянию почечной функции. Посмотрите, буквально за 5 лет этот пациент может получить 100%, 200%, 300% ухудшение функции почек. Соответственно, что мы должны делать? Мы должны обязательно контролировать эту функцию у тех больных, которые имеют, в принципе, фибрилляцию претергией. То есть, если у вас есть такой пациент на амбулаторном этапе, безусловно, каждый год ваш амбулатор для карты, вернее, не вашей, а в карте вашей аппаратичного, обязательно должна быть проставлена скорость под дочкой фитерации именно по состоянию на этот самый код. Если же пациенты с ФП уже имеют снижение почечной функции, то это надо делать гораздо чаще. Вообще, это делается по потребности, конечно, да, но все-таки надо стараться это делать как минимум один раз в 4 месяца. Точно так же, как пациенты пожилые, точно так же, как пациенты хрупкие. А еще лучше, если вам удастся это делать один раз в месяц. Это было бы вообще здорово. Итак, какие препараты, на какую скорость с клубочкой фильтрации мы с вами можем назначать? Ну, мы будем смотреть три препарата. Это Даби, это Ривера, это Афиксабан. Эфиксабана у нас пока в Брятии, по крайней мере, нет. Ну, я думаю, он тоже скоро появится. Ну, тогда и будем, значит, эти вещи отсматривать. Итак, Даби-Гатран. Скорость с клубочкой фильтрации, ограничение для него, это менее 30 мл в минуту. Это надо помнить. Это прописано в инструкции, и это такой серьезный ограничивающий момент. Что касается Ривера, Афиксабана и Афиксабана, эти препараты можно назначать на скорость с клубочкой фильтрации 15 и выше. Но не забываем о китрации доз, не забываем о том, что эти дозы, естественно, надо тоже отслеживать. Ну, и еще один момент, который тоже хотелось бы осветить, затронуть относительно Ривера, Афиксабана. Это рекомендации американские, 19-й год. Из Ривера, Афиксабана и Афиксабана мы видим, что только для Ривера, Афиксабана указана возможность снижения риска неблагоприятных почечных событий. То есть, если пациент получает Ривера, Афиксабан, то, посмотрите, снижаются риски снижения скорости клубочкой фильтрации на 27%. И профилактируется повышение уровня свивородочного киотинина на 50%. Профилактируется острое повреждение почек на 30%. Ну, то есть, вот эти эффекты, они указаны для Ривера, Афиксабана, и это здорово. Еще один момент, тот, который показывает нам, что если пациент длительно получает Ривера, Афиксабан, ну, скажем, 6 месяцев, 12 месяцев, более 12 месяцев, у него можно зарегистрировать увеличение, улучшение почечной функции. Это хорошо видно на графике, и мы понимаем, что в сравнении с Афиксабаном здесь Ривера, Афиксабан выглядит однозначно выгоднее, однозначно стратегически полезнее для наших больных. Ну, и следующий вопрос, который нас с вами интересует, это тот, на какой срок необходимо назначить двойной антиагреганты плюс флоральный антикогулянт. Здесь мы с вами будем смотреть вот эту ситуацию ЧКВ при остром коронарном синдроме. Итак, Афикс Могилич уже сказал, что современная тенденция – это уменьшение сроков назначения вот таких вот комбинаций жестких, агрессивных, да, и буквально для наших пациентов достаточно недельного применения вот этой вот тройной комбинации. Но опять-таки обязательно надо подчеркнуть, что? То, что мы с вами должны оценить риски. Риски ишемических событий и риски геморрагических событий. Например, наша пациентка со своими тремя стентами 60 мм, будет ли она угрожаемой по ишемическим событиям? Да, безусловно. А вот если мы посмотрим на ее геморрагические риски, то мы увидим, что они выглядят гораздо более скромно, чем ишемические, и поэтому, может быть, имеет смысл именно в соответствии с этим построить свою лечебную тактику. Итак, если у нас имеется увеличение ишемических событий, риска, то здесь мы с вами рассматриваем, что мы можем продлить вот эту тройную терапию до 3-6 месяцев. Ну, понятно, что эта пациентка должна наблюдаться очень тщательно. Понятно, что про нее нельзя забывать, да? И вот, если наша больная получит, сколько можно, эту терапию пролонгированную, то есть 3 препарата в течение 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, это значит, что мы будем защищать ее от повторных геморрагических событий. 6 месяцев продержались замечательно, уже тогда можно будет переходить на двойную терапию. Если же у нас есть опасения по поводу риска кровотечения, то здесь вот эту тройную терапию мы с вами ограничим только одним месяцем, а потом в целях безопасности мы переведем нашу пациентку на двойную терапию. И она будет получать либо пароральный антикогулянт плюс аспирин, либо пароральный антикогулянт плюс папирогрин. Ну, опять-таки надо учитывать, что это класс 2А, но тем не менее, да, имеем то, что имеем, и, наверное, это будет правильно. Если же наша больная совсем угрожаема по геморрагическим событиям, а такие пациенты сейчас тоже очень часто встречаются, больные с анемией, со сниженной почечной функцией, те пациенты, которые перенесли инсульты и так далее, тогда им сразу можно назначить двойную терапию, сразу на 12 месяцев. И здесь также пойдет пароральный антикогулянт плюс аспирин, либо пароральный антикогулянт плюс папирогрин. Следующий вопрос вот как раз и будет касаться именно геморрагических событий. Как мы с вами можем их прогнозировать? Ну, здесь опять же я напомню, что вы прекрасно знаете наверняка, это шкала ХАС-ГЛЭД. Единственное, что хотелось бы подчеркнуть, то, что она обновилась. Каким образом? Вот то, что выделено красным шрифтом, это вот те нововведения, те нюансы, которые добавились к современной шкале ХАС-ГЛЭД. Что мы видим? Челочную фосфатазу, цирроз, геморрагический инсульт, хрупкость и, ну, так называемые запои. Причем запои сейчас можно конкретно измерять в конкретных единицах, юнитах так называемых. И вы видите, что каждому юниту, в общем-то, соответствует определенное количество пива, вина, ну и какого-то крепкого алкоголя. И в зависимости от показателей шкалы ХАС-ГЛЭД мы с вами высчитываем риски этих самых геморрагических событий. Но, уважаемые коллеги, зачем мы это делаем? Совершенно не для того, чтобы отказаться от назначения парарального антикоргулянта. Совершенно не для этого. А для чего? Для того, чтобы попытаться организовать защиту и минимизировать другие факторы риска. То есть это ЕХРА-2021. Вот черно-по-белому написано, что не должно количество баллов по ХАС-ГЛЭД для нас с вами являться отказом от того, чтобы мы назначили параральный антикоргулянт. Соответственно, что надо делать? Надо выявлять и надо устранять модифицируемые факторы риска и немного чаще наблюдать. Кстати говоря, очень многие пациенты боятся, что наши препараты спровоцируют у них кровотечение. Но на самом деле боязнь, она обоснована в каком плане? Не сами наши препараты вызывают кровотечение, кровоточивость. Они просто провоцируют те ситуации, находят те ситуации, которые могут сопровождаться кровотечением. Например, больная получает антикоргулянт, скажем, недели 3, и у нее начинается кишечное кровотечение. Почему? Потому что до этого у нее в слепой кишке сидела опухоль, о которой никто и не подозревал. А здесь на фоне антикоргулянтов она просто проявилась. И появился геморрагический синдром из нижних этажей, что заставило пойти ее за обследование, приостановить антикоргулянт и терапию, но зато мы нашли опухоль в слепой кишке. Далее. Следующий очень важный вопрос – это то, как мы можем защитить нашу пациенту. Ей всего 70 с лишним лет. Для нас, кардиологов, это достаточно молодой возраст. Как защитить ее от повторных сердечно-сосудистых событий? Что можно сделать для того, чтобы она не перенесла третий, пятый инфаркт миокарда, чтобы у нее не случился тромбоз стендер, чтобы у нее не развился инсульт? Почему? Потому что вот сама по себе ФП, мы с вами прекрасно понимаем, она является независимым фактором риска не только инсульта, но и инфаркта миокарда. В частности, посмотрите, ФП – это 80% увеличение риска инфаркта миокарда. Например, вот сейчас очень часто поступают молодые люди, вроде бы злоупотребляющие или просто увлекающиеся алкоголем. У них срывает ритм, и они приезжают к нам с чем? Они приезжают к нам с клиникой острого повреждения миокарда, на самом деле, да? И каждый раз приходится проводить дефилициальную диагностику. С чем же вы столкнулись на этот раз? Чаще всего это инфаркт второго типа, безусловно, да? Кроме того, рассматривали это токсическая кардиомиопатия, ну и, как правило, это пациенты все-таки запущенные, у них находится масса сопутствующих состояний в виде анемии, острого повреждения почек и так далее, и так далее. Ну и еще один момент, то, что у пациента с ФП и у тех, у кого еще и высокий риск инсульта, риск инфаркта миокарда возрастает, уважаемые коллеги, посмотрите, почти на 100%, 95%. Это очень много, конечно. Ну и понятно, что мы должны в данной ситуации выбирать все-таки те препараты, которые где-то как-то себя зарекомендовали достаточно хорошо именно в этом плане. И вот здесь мы можем сказать, что на ривороксабан есть данные нескольких метаанализов. И эти самые метаанализы, ну, я думаю, вам не надо объяснить, что это такое, да? Посмотрите, снижается риск инфаркта миокарда УКС на 22 в одном анализе. Во втором на 19 и в третьем на 18. Ну, понятно, что их не надо сравнивать между собой, но, по крайней мере, это три независимых результата, и они свидетельствуют об одной и той же тенденции, и, наверное, это стоит учитывать. Что еще очень важно? Фритис Могилич уже говорил, что механизмы тромбоза, вот в данной ситуации, они совершенно разные. При УКС и при фибрилляции, да? Если мы говорим об УКС, это атеротромбоз. Это, то есть, эндотериальная дисфункция, прежде всего, это тромбоциты. А если мы говорим о фибрилляции предсердия, то это прежде всего что? Это венозная патология, по большому счету, да? Это завихрение в правом предсердии. И поэтому, наверное, очень закономерны те результаты, которые дает ревороксабан. Вот буквально позавчера мы тоже проводили свое общество и обсуждали также, вот интересно, да, сосудистые дозы ревороксабана. И доклад у нас сделал заведующее отделение сердечно-сосудистой хирургии, который очень здорово показал нам всем, как работает ревороксабан именно у пациентов с заболеванием периферических артерий. И именно потому, что вот в данной ситуации ревороксабан воздействует и на сосудистый тромбоцитарный гемостаз, получается, да, и на коагуляционную систему, вернее, я немножко не так выразилась, антиагреганты воздействуют на СТГ, а ревороксабан на коагуляционную систему, в общем-то, наверное, и получаются вот такие замечательные совершенно эффекты. Мы понимаем, что вот именно благодаря вот этим своим положительным эффектам ревороксабан в сосудистой дозировке 2,5 сейчас вошел, но практически во все рекомендации, которые хоть как-то касаются заболевания периферических артерий, да. Это сахарный диабет, это, собственно, заболевание периферических артерий и так далее. И вот именно поэтому, наверное, здесь мы с вами также можем констатировать, что ревороксабан может, да, воздействовать не только на уровне головного мозга, но еще и, как мы убедились, снижает риск инфаркта миокарда, и еще и, посмотрите, коллеги, уважаемые, на 56% снижает риск ампутации конечностей, ревоскабилизации конечностей у пациентов именно с февриляцией усердии, что тоже замечательно. Что еще хотелось бы сказать в данном подтексте, в контексте. Наши пациенты сейчас, вы, наверное, замечаете, они становятся все старше. Они становятся все старше, они становятся все коморбиднее, проблемы у них становятся все более выраженными, они уже все приходят к нам с эпизодами ревоскулиризации какого-то сосудистого бассейна. Ну и вот в этом плане очень важна именно, понимаете, вот простота использования препарата. Чем более пожилой пациент перед нами, тем более вероятность того, что у него все-таки имеются элементы деменции, энцефалопатии. И тогда, когда есть препарат, который можно принимать один раз в сутки, это тоже здорово, да? Ну вот и ревороксабан, вы помните, что это все-таки календарная упаковка, это прием один раз в сутки в случае эфибрилляции предсердий. И вот именно вот такой вот режим, он, конечно, может увеличить приверженность пациентов к нашему лечению. Ну и еще один, ну скажем, такой нюанс, наверное, да? Совсем недавно были опубликованы результаты исследования Энштейн-Юниор, согласно которому ревороксабан, как уже Фалис Водилич тоже отметил, может уже применяться и у деток, да, у деток, у тех, у кого также есть ромбоэмболии. И это тоже очень удобно, потому что до ревороксабана, к сожалению, выбор к нам был совершенно небольшой, и на самом деле очень сложно было работать именно вот с такими маленькими, да, с такими вызваемыми пациентами. Итак, что еще хочется сказать? Дозировки. Дозировки по АК. Здесь мы с вами смотрим вот эту вот часть таблички. Почему? Потому что именно она касается нашей темы. Итак, дозирование при ФП, после ОКС и эпизода ЧКВ. Стандартная дозировка, вы помните, 15 мг. Если есть снижение функции почек, то мы можем снизить дозу до 10 мг в сутки. Ну, кстати, сейчас уже появилось обновление инструкции. Простите, я, оказывается, не внесла, забыла совсем. Сейчас, в принципе, дозировку можно оставлять и 20 мг, тогда, когда этого требует ситуация, и это не будет ошибкой. Ну что ж, уважаемые коллеги, это все, что я хотела сказать по данному вопросу. Я очень надеюсь, что я уложилась в регламент. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, давайте попробуем. А, нет, уже не успеваем, да? Большое спасибо за внимание. Сейчас, когда все подключили, позвольте еще раз всех приветствовать. Надо сказать, что в августе этого года появились новые рекомендации европейского общества кардиологов, посвященные кардиостимуляцией и ресинфронизирующей терапии. Это большое событие кардиологической жизни, поэтому было принято решение уделить им особое внимание в ходе у нас сегодняшнего выступления. Ну и сразу, если перейти к делу, то какие опции мы можем предложить пациентам в тех или иных клинических ситуациях? Что нам советуют эти рекомендации? В случае, когда симптомы, такие как пауза, брагетардирия, выявляются в ночное время, рекомендуется скрининг на синдром ночного ракула. В случае, когда имеется ранний дебют заболевания, быстрое прогрессирование, рекомендации говорят, что надо проводить клиническое тестирование пациента. Вопрос, насколько это применимо в наших реалиях, он, конечно, остается открыт. В случае, если мы подозреваем какую-то обратимую причину, следует проводить лабораторные тесты для их исключения. В ситуациях, когда мы подозреваем фиброс миокарда, какое-то профильное заболевание, какое-то камелоридоз, рекомендуется выполнять МРТ, МРТ и ДПП. Тоже рекомендация для Иркутска. Непонятно, как мы реализуем в ближайшее время. Когда у пациента есть необъяснимые обмороки и имеется двухпучковая блокада, целесообразно предусмотреть проведение МРТ электрофизиологического исследования. Наконец, когда у пациента есть подозревание на реакторный механизм оборока, рекомендуется проводить массаж каракетного тинуса, выполнять ТИЛ-тест. И когда у пациента есть связь симптомы с физической нагрузкой, рекомендуется, наверное, пройдет тест в соответствии с физической нагрузкой. Если у пациента обороки отмечается довольно нечасто, а реже одного раза в месяц, рекомендации говорят о том, что надо имплантировать мониторы этим людям. Эта рекомендация пока тоже, к сожалению, совершенно не осуществима, особенно в нашем регионе. Говоря о временной кардиостимуляции, современные показания имеют следующее видео. Все вы знаете прекрасно, что это за пациенты, тяжелые больные с выраженными гемодинамическими нарушениями, как характерно проводимые лентозы терапии. В этих случаях временная кардиостимуляция может быть как мостиком перед имплантацией постоянного КС, так и самодостаточным методом лечения, в том случае, если брадикардия в дальнейшем купилуется. Рекомендуется в следующие сроки ожидать перед решением вопроса о постоянном кардиостимуляторе. Случай авоблокад при импаркте миокарди после кардиотических операций это не менее 5 дней. В случае речь идет о симптоме слабости симптома с лозла. Период наблюдения за пациентом может быть расширен аж до 6 дней. Новая рекомендация – это блокады после ТАИ процедур 24-48 часов. И важный пункт, если пациент лихорадит, то с момента нормализации температуры до имплантации стимулятора должно пройти не менее чем сутки. Если мы предполагаем стимулировать пациента с помощью времени системы длительный срок, рекомендации советуют использовать электроды с активной фиксацией. Те электроды, которые мы используем для имплантации постоянного КС, они имеют фиксационный механизм для карда и позволяют проводить эту стимуляцию длительную. То есть внешне такого пациента будет вот так, как на слайде. И эта рекомендация, она, наверное, довольно обоснована и актуальна именно в это ковидное время. Переходя к постоянной стимуляции, если мы говорим о диспункции синусового узла, основное и главное показание это четкая взаимосвязь симптомов с ритмией. И это, наверное, самая главная рекомендация первого класса. Но рекомендации оставляют определенное поле такое для маневра, для тех случаев, когда мы практически уверены, что это синдром слабости, но эту взаимосвязь никак не удается доказать. Тогда мы тоже можем поставить человеку стимулятор, правда это будет уже рекомендация, класса 2B. Другое важное, что появилось в этих рекомендациях, это пункт, который мы часто используем и именуем как расширение возможностей медикаментозной терапии. Дело в том, что когда его не было, а именно в европейских рекомендациях его не было в недавнем времени, формально такие ситуации можно было отнести к третьему классу показаний и рекомендовать пациентам просто отменять, исключать проводимую терапию. На данный момент это все закреплено в рекомендациях и является первым классом показаний. Что еще можно сказать, что когда у пациента имеется фибрилляция в петербурге, и брадикардия, и пауза, связанные с ней, рекомендации предлагают рассмотреть аблацию фибрилляции в качестве более предпочтительного метра на этом этапе. Почему? Потому что если она окажется эффективной, то потребность стимулятора для таких пациентов может и отмазать. Наконец, у пациентов, у которых есть синкопа и документируются бессимптомные паузы более 6 секунд, тоже показана имплантация стимулятора, правда, это 2B класс рекомендации. Вопрос возникает, как же быть, если мы, человека обследования, паузы большие, но не достигают 6 секунд. А тут, опять же, мы можем воспользоваться следующим пунктом, и если уверены, что стимулятор человеку может, все равно мы поставим. Используем следующий пункт. Это по программированному совету, то есть нанимизировать желудочную стимуляцию, использовать частотную адаптацию, все это мы широко используем. Что касается стимуляции приявой блокады. Независимо от симптомов, стимулятор всегда ставится пациентам с полной блокадой, блокадой второй степени второго типа и блокадой высокой степени. Если блокада менее выражена, первая степень, вторая степень, первый тип, то у таких пациентов надо четко увязывать симптомы и факт про декортии, вызванных блокадой. В определенных случаях может помочь также электрофизиологический исследователь. Рекомендация по выбору устройств довольно однозначна. Постоянная фибрилляция к сербе показаний к однокамерным стимуляторам с частотной адаптацией. На синусах имплантируются двухкамерные стимуляторы. Но эти рекомендации требуются пациентам, у которых фракция выброса выше 40%. Если она ниже, рекомендуется устанавливать трехкамерное устройство. Что касается пациентов с двухпучковыми блокадами, ну, прежде всего, если такие пациенты бессимптомные, никакие стимуляторы ставить, разумеется, не надо. Если у пациента есть необъяснимый опыт двухпучковая блокада на ЭКГ, то рекомендации говорят о том, что таким пациентам надо делать электрофизиологическое исследование. Но, опять же, некоторым категориям граждан, таких как пожилые, таких как пожилые, такие как ослабленные пациенты, можно поставить стимулятор и без проведения эффекта. Правда, это будет уже рекомендация классов ПАБ. Еще одно интересное показание для пациента с интернирующей блокадой ножек, точка ГИСа, это та ситуация, когда чередуется то блокада левой, то блокада правой ножки. Таким пациентам тоже надо ставить стимулятор, причем независимо от симптома. Кстати, вчера он на период какой пациент с какой-то пациентом. Другая группа состояний это рекреторные обороки. Нужно сказать, что по некоторым оценочным данным до половины людей среди всего населения в течение жизни испытывают обмороки. Это, конечно, совершенно неоднозначно не говорит о том, что надо ставить им стимуляторы. Стимуляторы ставятся в группах пациентов старше 40 лет, по современным рекомендациям. Почему? Потому что злокачественные обмороки, они как раз характерны для более возрастных групп. Вот они часто имеют прецидирующий характер и могут приводить к травматизации и инвалидизации. Что говорят рекомендации на этот счет? Что на первом этапе надо проводить мониторирование Показание стимуляторов таких пациентов будет выявление пауз более 6 секунд, если они бессимптомны, либо более 3 секунд, если они симптомны. Каким пациентам ставится стимулятор? Если таких пауз не удается обнаружить, то показано вполне тестирование. В первую очередь это массаж каратидного синуса и тимп-тест. Отношение к травматологическим тестам оно довольно неоднозначно. Если и тесты оказываются не автоматизными, то в этом случае образ трактуется как недокументированный и стимулятор таким пациентам не показывает. То есть, иными словами, можно кратко обытожить, что если нет доказательств, то нет стимулятора для таких пациентов. Нужно сказать, что и отношение к тел-тесту до последнего времени было довольно неоднозначно. Это результаты интересного исследования, опубликованного в 2017 году, которые показали, что в группе пациентов, у которых ставился стимулятор, если он ставился на основании положительного тел-теста, именно у таких пациентов была наиболее высока частота рецидива опыта. Поэтому до сих пор в рекомендациях по синтопы от Американского общества кардиологов не рекомендуется ставить стимулятор, если рядом с обороком был поставлен в результате тел-теста. Однако, в принципе, все должно измениться, виноватому работа 2020 года, ее результаты на слайде, то есть, когда пациентам имплантировались карты и стимуляторы на основании положительного тел-теста, но в одной группе он включался, в другой оставлялся ученый только детекцией. И результаты были такие, что в группе, где была только детекция, частота оборока была на порядок выше, чем где проводилась стимуляция. Поэтому решение стало однозначным, это рекомендация первого класса, таким пациентам нужно ставить стимулятор. Но, однако, тут на эту картинку можно посмотреть чуть-чуть с другой стороны. Смотрите, очень эффективная группа стимуляций, однако, частота ОМОР уже в ней достигает 20%. Поэтому, я тут не могу не коснуться еще одного очень перспективного метода, это контентерная аплация энгроангарного сплетения в лечении этих пациентов. Эта тема очень модная и она одна из наиболее обсуждаемых в интернете среди электрофизиологов. Вроде бы результаты, которые получают, они очень-очень впечатляющие, но в конечном итоге пока их мало для того, чтобы заключить в официальной клинической рекомендации. Но со временем я просто уверен, что вся эта ситуация может сильно поменяться. Также рекомендации содержат советы поведения в отдельных категориях пациентов. Я на них останавливаться не буду подробно в данном моменте. Следующий большой раздел это кардиорезинхронизирующая терапия и стимуляция проводящей системы сердца. Вы прекрасно знаете, что у пациентов в широком комплексе УРС оптимизация медикаментозной терапии она дает гораздо меньше эффект, чем у пациентов в узком комплексе. Особенно это касается пациентов с блокадой левой ножки очка вниз. Отдаленный прогноз, разумеется, он в принципе плохой во всех категориях этих пациентов, но самый плохой он опять же при блокаде левой ножки очка вниз. пациент. Какие рекомендации на сердечный терапия? Серги терапия показана пациентам симптомно, пациентам с тракцией выброса менее 35% на коне оптимальной медикаментозной терапии и расширение комплекса УРС более 130 миллиситров. Причем, если комплекс расширен более 150 миллиситров, эти показания более строгие. так же как при блокаде левой ножки точка гиса, эти показания также вносят более строгие характеристики. Если говорить о пациентах с постоянной формой фибрилляции предсердий, то здесь возможны два сценария, можно разбить обе категории. Одна категория это пациенты, которые являются кандидатами к этим показаниям на сердечный терапию. У них очень важно соблюдать высокий процент проводимой стимуляции. Почему? Потому что если он будет маленький, то теряется сам смысл этого не подключения. Десинхрония устраняться не будет. Процент стимуляции должен превышать 90-95%. Поэтому если этого не удается достигнуть, таким пациентам показана облация воссоединения. Другая группа пациентов это больные, которые являются сами по себе кандидатами на деструкцию воссоединения, независимо от продолжительности ВРС. В этом случае, если у них исходная фракция выброса снижена, меньше чем 50%, в принципе им показана в связи с терапией. В то же время, если фракция выброса сохранена больше 50%, то рекомендуется установка обычного кардиостимулятора. Хотя, опять же, рекомендации не запрещают проводить сиршую терапию и у этих пациентов при этом 2B класс рекомендации. В том случае, если у пациента стоит обычный кардиостимулятор ЭКД и падает фракция выброса, 35% и меньше, рекомендуется апгрейдить такую систему до трехкамерного устройства. Если пациент является кандидатом на ЭКД, у него есть показания на сверти и рекомендуется апгрейдить трехкамерного фибриллятора. Однако, в ситуациях, когда человек является кандидатом на сверти, поставить ему дефибриллятор или стимулятор, рекомендации советуют в этом случае проявить индивидуальный подход. И руководство следующим. Если пациент старшего страстной группы, если у него не ишеническая генез, как бы не пойти, ожидаемая невысокая продолжительность жизни, большая коммертирность, все эти факторы должны склонять доктора к тому, чтобы поставить какому человеку дефибриллятор. В то время как миокардиальный фиброз по данному МРТ должно склонять к тому, чтобы поставить человеку дефибриллятор. Если говорить про миокардиальный фиброз по МРТ, действительно, в настоящее время признанный фактор риска внезапной сердечной смерти, тут вопросов никаких нет. Однако, если обсуждать эту рекомендацию по мишенической ДКМП, тут возникают вопросы. Данные метаанализа, опубликованного в этом году, показывают, что все-таки дефибрилляторы нет, имущественные в этой группе. Еще более показанные данные, более показательные данные, также исследования, которые опубликованы в этом году, показывают, что при мишенической ДКМП дефибрилляторы значительную снизу смертность. В то время, как как раз в группе сэшемической КМП, таких отличий не наблюдалось. Это данные шведского регистра по внезапной сердечной смерти. Независимо от того, какой генез у кардиомиопатии, дефибрилляторы имели преимущество в снижении как смертности сердечной особистой так и в общей смерти. Поэтому все-таки имплантация дефибрилляторов почти. Остается актуальная проблема нереспондеров, это пациентов, которые не откликаются на сердечную пабель. У этого состояния может быть ряд объясняющих факторов, почему так происходит. Не последняя роль отводится к проблемам с положением левоживудочного электрода. И помимо этого часто и технически возникают трудности у оператора с расположением электрода, поэтому не прекращается поиск достойной альтернативы этому методу. И такая альтернатива реально появилась. Это так называемая физиологичная стимуляция, когда мишеник для расположения электрода выбираются в проводящийся сердце. В данном случае учет ИС. Эта история вся началась в 1977 году, когда доктор Нарула во время выполнения электрофизиологического исследования у пациента с блокадой левого ножка пучка пища, при стимуляции пучка пища получил узкий комплекс. Блокада исчезла во время стимуляции. Он сделал логичный вывод, что имеется продольная диссоциация волок в самом пучке. Если имеется какой-то локальный блок, а мы стимулируем дисталь, то блокада должна проходить. И в настоящее время это на самом деле все подтвердилось и используется. И по современным данным такой блок максимально локальный пучка пища отмечается примерно половину пациентов. Именно у этих больных этот метод показывает очень хороший результат. Проведено исследование, которое напрямую сравнило классическую рецентрализирующую терапию и стимуляцию пучки пищи. И было показано, что стимуляция пища в принципе ничуть не наступает. Такому показателю, как сужение комплекса ПВРС даже превосходит классическую сеть. Другое исследование большое тоже показало, что стимуляция гиса не уступает классической сеть. Поэтому метод вошел в официальные рекомендации. Основное показание на следующий день актуально для хирургов, что если возникают какие-то трудности с установкой левожелудочного электрода, это на самом деле часто было проблемой, то в качестве альтернативы можно поставить человеку электродный организм. Это очень хорошо, потому что альтернатива это эпикардиальный электрод, это уже в принципе большая хирургия. Другое показание класса 2B это альтернатива обычным стимуляторам при ситуациях когда мы выполняем лечеб струк 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 хирургия. Поэтому у таких пациентов наблюдаются очень высокие породы стимуляции и в дальнейшем в принципе стимуляция и ее эффективность она довольно не предсказывает. Это в свою очередь обусловливает следующий обстоятельство. Если человек ставится такой электрод хирургу нужно ставить второй электрод в качестве страховочного потому что если он скажет писем то такой электрод в желудочке просто возьмет функцию страховочной стимуляции желудочка. Поэтому если человеку предполагается проведение двухкамерной стимуляции приходится использовать двухкамерное устройство. А если человеку предполагается использовать однокамеру двухкамерной стимуляции приходится использовать двухкамерную стимуляцию Фриксированный канал в помещение электрода здесь, а в желудочек электрода правого желудочка. Вообще, только что, получается, мы рассмотрели этот метод как альтернативу СРТ-терапии, но тут на самом деле всплывает большая проблема в целом физиологической стимуляции. Почему? Потому что, когда мы применяем обычную кардиостимуляцию, 10-20% больных, по примерным оценкам, в различные сроки приходят в пейсинг-кондицированную кардиомиопатию. То есть к тому состоянию, как стимуляция приводит к снижению фракции рубежа в меньше 50%. Причем, если учесть, что есть пациенты с симптомами сердечной достаточности, степрилляция, которые тоже могут иметь взаимосвязь с кардиостимуляцией, то доля всех этих пациентов, она однозначно гораздо выше. Предложены различные пути по тому, как сделать стимуляцию более физиологичной. Во-первых, используются в стимуляторах алгоритмы, которые снижают ненужную стимуляцию. Вы, наверное, уже часто об этом слышали. Иногда такие пациенты ставят в тупик специалистов по функциональной диагностики. Потому что, на самом деле, там работа некоторых алгоритмов, она может трактоваться не так, как сбой в параде стимулятора. Этим мы активно пользуемся. Другое направление – это поиск альтернативных точек стимуляции желудочка. С 2019 года мы рутинно перешли на стимуляцию выходного отдела права желудочка. И метаанализ небольших исследований, опубликованных в 2012 году, показал, что мы вроде бы находимся на правильном пути, и от этого есть какой-то толк. Однако красиво спланированное исследование, публикованное в 2015 году, показало, что никакой разницы от этого нет. Никакого эффекта от вертицертальной стимуляции нет. И у тех, у других пациентов снижается процесс. А вот от стимуляции пучка гиса, похоже, есть очень хороший эффект. И эффект на снижение смертности, и на госпитализацию по поводоскопичной недостаточности, и на риск развития фибрилляции предсерктов практически в два раза. Таким образом, если сравнить стимуляцию пучки гиса и стимуляцию обычной, которую вы пользуетесь, то, безусловно, она гораздо физиологичнее и влияет хорошо на все эти конечные точки. Но у нее очень много трудностей, эта методика новая. Если смотреть на обычную стимуляцию, то это проверено временем, хорошо отлаженная, надежная методика, но ценой развития эффективной желудочной десертонии. Если в этом вопросе и анатомически пойти дальше, и пойти глубже, то мы после пучка гиса попадаем в область левой ножки пучка гиса. И вот стимуляция левой ножки пучка гиса – это на сегодняшний момент самая, опять же, популярная тема кардиостимуляции. Почему? Потому что обнаружились, по сути дела, одни плюсы такого смещения подкруга. Эта операция оказалась в текущности менее трудной, потому что у нее широкая целевая зона. Кончик электрода находится в толще неокарда, а не окружен фиброзной ткани, поэтому наблюдаются хорошие пороги стимуляции, прочие электрофитологические пороги. И в связи с этим нет никакой потребности в имплантации страховочного электрода. То есть вот так вот расположен электрод, мы видим с альтографией. Обратите внимание, насколько глубоко в перегородке находится кончик электрода. Это подробное сравнение двух методов, которые в принципе убеждают в том, что аритмологи, похоже, что нашли идеальный метод физиологической кардиостимуляции. Клинические доказательства эффективности этого метода. Таким образом, это самый перспективный метод физиологической стимуляции. К сожалению, он настолько молод, что пока никак никуда не включен в рекомендациях, но у меня вот столько ощущений уверенности, что это станет основным методом любой стимуляции в самом далеком будущем. Также рекомендации содержат разделы по поведению пациентов. Почерпну, что сейчас в очередной раз был заявлен, что какие-то паритеты в мостике пациентам не нужны. Интересный раздел по осложнениям после кардиостимуляции. Интересен тем, что мы сопоставили с нашей статистикой и пришли к мнению, что, как и ожидалось, никаких различий в принципе не существует. Касаемо рекомендации по наблюдению больных. Первый осмотр у аритмолога рекомендуется через 2-3 месяца после выписки пациента. А в дальнейшем при обычных стимуляторах раз в 2. Если у пациента стоит СРТ-устройство, либо стимулятор с электродом в почте гис, а кто-то жил. Ну и очень важный, интересный раздел – это МРТ. У пациента с амплотированным стимулятором. Потому что если вы за этой темой, в принципе, не следили, то тут, возможно, вы очень сильно сейчас и удивитесь. Мы знаем, что существует МРТ-совместимое устройство, и проведение МРТ-исследований у них, у таких пациентов, оно безопасно. Но современная рекомендация получили, рекомендацию класса 2А, о том, что у пациентов с не МРТ-совместимым стимулятором тоже следует рассмотреть возможность проведения МРТ, если только у них нет поврежденных, оставленных, либо каких-то адаптов. И эта рекомендация немного не мало 2А класса. Иной тому явились два больших исследования. Одно из них – это МАГМО-сейф-регистер. Вы видите, больше полутора тысячи, полторы тысячи МРТ-исследований. Летальность – ноль. Серьезных осложнений – ноль. Единственное, что было – это сброс на стройку карата. В принципе, очень страшно. Другое исследование – более двух тысяч МРТ-исследований, причем некоторые включали грудную следку. Смерти, опять-таки, ноль. Серьезные побочные части – ноль. Кратковременный сброс на стройку – порядка полу-процента. И у ряда больных небольшой группы отмечались небольшие изменения параметров, но они не требовали никаких действий, ни ревизий, ни перепутаний. Но касаемо, конечно, российских реалий, я бы, опять-таки, не торопился с тем, чтобы отправлять таких пациентов. Но, тем не менее, да, поскольку мы всегда с некоторым лагом к этому приходим, я думаю, что в будущем мы безопасно. Да, мы к этому безопасно все-таки подойдем. Ну и несколько слов о том, как дело обстоит у нас. То есть, вы видите, что по количеству операций, безусловно, COVID-19 вносил в элитру. Количество операций значительно уменьшилось. Уменьшилось и количество имплантированных кардиостимуляторов. Что касается доли двухкамерных ЭКС, это своего рода качество, в целом, как будто тут мы находимся на хорошем уровне. И если говорить о количестве операций вообще в сопоставлении, то мы видим, что в России выполняется гораздо меньшее количество вмешательств в сравнении с Европой и, в особенности, в сравнении с США. В нашей области выполняется гораздо меньше операций, чем в среднем, в России. Причем, если там отчетливые тренды на увеличение сохранился, то у нас где-то в 2019 году, на наш взгляд, мы достигли своего потолка. Потолка именно по организационной причине. Какие-то основные проблемы. Первая основная – это то, что до сих пор нет специализированного отделения. По факту, у нас есть две палаты в кардио-ференическом отделении и по нынешним санклинам, которые строго соблюдаются. Это 8 кодов на всю вот эту службу. Поэтому я считаю, что мы достигли этого потолка, когда больше просто физически мы сможем пациентам большее количество делить. Если посмотреть на примеры хорошей организации службы в других регионах, то вот ближайший сосед Красноярск, мало того, что они с федеральным центром с отделением 50-го и пункта, они в позапрошлом году открыли новое аэритмологическое отделение на 30 кодов. И то отделение, и это отделение, они, в принципе, не имеют недостатка с пациентами. Вторая проблема – это нарушенная маршрутизация экстренных пациентов. Поэтому к нам поступают все пациенты по экстренным показаниям и занимают имечество, вот эти вот кодовики. Помним, что их 8 штук. И таким пациентам в итоге мы часто лечим гиперкальемию, передозировки лекарств. Мы у них лечим диагет, выполняем в последующем полтораскармонтарирование, исследуем, часть выписываем, при том, что по современному порядку оказаний помощи, это, в принципе, все компетенция кардиологической отделения, включая такие манипуляции, как кардиоверсия, установка времени кардиостимуляции. Чем же должны заниматься хирурги? Они должны выполнять хирургические операции в сердце и сосуде. В духе этого идут и распоряжения местного министерства здравоохранения. Мы видим, что нарушение ритма, а это кардиология, кроме ОГС, здесь никакой кардиологии не имеет. То есть министерство, оно соблюдает федеральные приказы. Какие я вижу пути выхода? Это развитие кардиологии. В первую очередь необходимо создание отделения на 30-40 коль. Конечно, напрашивается, что базой должна быть областная больница, потому что там будет все есть, необходимо только набирание оборотов, увеличение мощности работы. Но другое направление, оно не альтернативное, а скорее оно взаимодополняющее все. Это внедрение операций, создание подразделений на других базах, которые могут быть как структурные, так и функциональные. То есть это могут быть койки, это могут быть отделения, почему нет. Это может быть какой-то городской экологический центр, что-то в таком... Надо отметить, что интересная ситуация, похоже, вырисовывается в Братске, потому что на следующий год они запланировали выполнение 50 имплантаций кардиостимуляторов. И я надеюсь, не только надеюсь, я уверен, что все у них хорошо получится, потому что чего-то сверхъестественное в этом, конечно, нет. Ну и я считаю, что если все это будет развиваться, то проблемы маршрутизации и прочие мелочи, они уже решатся сами. В принципе, я хотел вот это все рассказать. Спасибо вам за внимание. Спасибо.